Доброго времени суток! Продолжаем публиковать дневники о выращивании мицелия в лаборатории Фанни Машум Скул И сегодня нужно рассказать что-то важное Давайте мы продолжим А, важное было в том, что несколько дней, два дня назад Мы рассказывали, говорили о посеве вот этих флаконов Посев мы делали из жидких культур Хранящихся на обедненных питательных средах Внимательнее! До сих пор я, по-моему, не озвучил еще этот термин Я не знаю, как этот термин будет звучать у других людей Оторвали меня немножко на телефонный разговор Значит, мы что-то смотрели на флаконы Давайте мы вообще поговорим сейчас о хранении Я рассказывал о хранении мицелия Просто-напросто был уже на эту тему очень хороший материал А здесь стоило бы остановиться на другом вопросе хранения Хранения именно клеточных культур Вот я говорил о обедненных средах Вот в этих флаконах, вот здесь находится то, что бедная питательная среда А какие есть еще питательные среды? Питательные среды есть еще обогащенные Вот, к примеру, вот здесь мы видим обогащенная питательная среда То есть в ней содержится богатое количество питательных веществ Да, очень здесь такой вот показательный момент Как вы видите, вот о обогащенных питательных средах Вот смотрите Вот это приблизительно исходный цвет питательной среды Которая была произведена Как видите, она очень сильно отличается по цвету От тех материалов, которые находятся от нее слева Значит, о чем это свидетельствует Вот те остатки клеточных культур, которые находятся на дне флакона Это клетки мицелия штамма М5 Как видим, в процессе его метаболизма В процессе питания самих клеток Он потреблял питательные вещества Превращая этот раствор из такого оттенка, скорее всего, кофе Он превратился в такой вот оттенок пива Вот такой вот у него цвет яркий такой Как видим, кстати, насчет клетки Вот такая взвесь Сам раствор такой чистенький Ну, хороший Значит, из этих флакончиков были сделаны посевы Результаты вот этих посевов Вот, как мы видим, штамм М5 Буква F означает, что это флаконы И вот невооруженным глазом видно Здесь очень плотный, активный рост мицелия Можно сказать, во всех флаконах, которые мы здесь видим Вот возьмем на вскидку любую банку И сразу видим Что здесь растет мицелий Итак, вернемся к вопросу все-таки хранения Те, кто занимается со мной на платных уроках Те уже успели узнать такую информацию Вот, которую я озвучиваю, в принципе, так впервые И хочу, чтобы вы меня правильно поняли Относительно хранения Если вы занимаетесь любительским грибоводством То занимайтесь Это очень интересное и полезное занятие Если вы хотите и планируете заниматься промышленным грибоводством То вам нужно усвоить Одни очень полезные советы от Макса Сайлера Которые я формулирую приблизительно так Что если у нас идет промышленное производство мицели То у нас права на ошибку нет Все мероприятия должны быть направлены таким образом На наше действие, чтобы без права на ошибку То есть ошибки у нас могут быть Но они никоим образом не должны повлиять на наше производство И вот эти ошибки мы будем исключать на этапе планирования Того, что мы делаем Вот, скажем, такие вот результаты Они имеют место Они имеют право быть Вот там Здесь тоже очень Такие Тоже результаты Но Эти результаты никаким образом не влияют на производство На производство Вообще, в принципе Просто на производство они не влияют Они есть, но они не влияют Почему не влияют? Потому что в любом мероприятии Мы берем не качеством А мы всегда берем количество То есть культур высевается очень много Банок делается очень много И процент вообще брака Скажем, есть необратимые потери Которые имеют место быть Но они никоим образом не влияют на наше производство Это будет достигаться Несколькими такими способами Например Например, хранение вот таких Флаконов Вот таких культур Происходит не только То есть Не так, скажем Вот Одна часть культур хранится При пониженной температуре Но это Месте, где стабильная температура На уровне плюс 12, плюс 15 градусов Можно сказать так При пониженной комнатной температуре Но есть еще Тоже такой же Почти боекомплект Который хранится В холодильнике И в холодильнике он хранится всегда То есть В запасе у нас есть два варианта Если вдруг При каком При любом Форс-мажоре Произойдет какая-то проблема С этим набором Или с тем набором Что в холодильнике Мы всегда имеем Перестраховку Мы всегда имеем Живые клетки С которыми В любом случае Мы сможем вывести культуру И которые мы будем использовать В дальнейшем При наших Посадках И Подытожу Все Выше сказанное Ну еще может быть И не все сказанное Вот опять же Такие Как вы заметили Что клетки Даже сами хранятся Есть на объединенных средах Есть на обогащенных Питательных средах Есть на флаконах Есть еще на пробирках Есть еще в шприцах То есть как видите Есть большое количество Способов хранения Именно Самих клеток Для того Чтобы исключить Любые Возможные Форс-мажорные Обстоятельства Поэтому Подытожу все Выше сказанное Советую вам Прислушаться К моим советам И поступать Точно Таким же Образом Не забудьте Там внизу Есть кнопочка Где ставится лайк За это видео И Смотрите Следите за публикациями Завтра я расскажу Что-то Очень важное Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры